В общем, военные не догоняют главного. Они не понимают, что они, когда сейчас воюют в современных условиях, они не защищают свою родину. Они выполняют решение Англии, когда они воюют, потому что Англия правит всем миром уже давно. Все остальные колонии, все остальные страны это колонии. И Англия принимает геополитическое решение, кому из колоний друг с другом надо будет воевать тогда-то, тогда-то. И включаются уже механизмы, спецслужбы, стравливают людей, создаются там условия, спорные моменты, телевидение, радио и пресса, начинают стравливать народы или страны, готовить это все. И когда все готовы, тогда начинается война. Это нужно только Англии. И поэтому военные, когда строят планы о том, как будут захватывать друг друга, тактические операции осуществлять, убивать друг друга, разрушать экономику друг друга, это нужно только Англии. Это не нужно ни одной из противоборщих сторон. И военные являются средством для самоуничтожения, для уничтожения друг друга. И поэтому любая победа не впрок. И поэтому часто у победителей гибнет на порядок больше народа, чем у побежденных, но все равно победители все празднуют и все нормально. И зализывают раны десятки лет после этих войн. А выигрыши только Англия, то есть только митрополия, которая ослабила колонии этими войнами. Субтитры создавал DimaTorzok